Подразделение третьей детской поликлиники в жилом доме Нагомарника 17 располагается уже больше 30 лет. Пациентов много, только за один день педиатр может осмотреть 50, а то и 80 человек. Но место приема собираются перенести. Очередь, но ничего страшного. Мы и так на Щетинину ездим чаще, всех проходить врачей. Так что хотя бы эти, пускай здесь. Сюда очень удобно ходить, мы здесь рядышком живем. Основные, конечно, специалисты находятся на Анне Щетининой и очень, очень неудобно, потому что приходится идти на остановку, ехать очень далеко, очень неудобно. А педиатр всегда рядом, можно и вызвать запросто, и можно прибежать тут же за 5 минут. Лучше здесь обустроить что-нибудь получше, чем ездить куда-то. Помещение не соответствует нормативам. Узкие коридоры, обшарпанные стены – тому доказательство. Также в этом году не удалось лицензировать и прививочный кабинет. Он занимает всего 9 квадратных метров вместо 14 положенных. Деньги на ремонт Краевой департамент здравоохранения пока не выделил, поэтому руководством третьей поликлиники был предложен вариант о реорганизации. Я согласна, что нормативов нет и что лицензии нет, но работаем так, как положено, как требуют санитарные правила. Из четырех врачей работают только двое. Одному из педиатров 75 лет. Нехватка медиков была всегда, собственно, от того и очереди. Но если подразделения поликлиники закроют, ситуация может измениться. Все пациенты вместе с врачами переедут на Камский переулок. Там и помещения больше, и условия намного лучше. Хорошо бы, конечно, оставить гомарника, сделать там хороший ремонт, чтобы родители ходили в свою поликлинику. Потому что далеко идти, маленьких детей зимой, мороз, очень далеко вести, понимаете как. Им очень удобно, они привыкли уже, сколько лет ходили. Объединение подразделений детских участков третьей поликлиники проходит с 2011 года. За пять лет изменения по трем адресам. Закрыли филиал Накарбышева 42, Корнилова 9 и Днепровска 45. Теперь врачи из этих подразделений ведут приемы в поликлинике на Камской или в главном здании на Анной Щетининой, 38. А так выглядит процедурный кабинет в подразделении на Камском переулке. Здесь ставят реакцию на мантур и делают другие прививки. Площадь филиала около 700 квадратных метров. За этот участок третья поликлиника ежегодно выплачивает земельный налог в размере 1 миллиона рублей. Содержание помещения на гомарника обходится в 47 тысяч. Но эти квадраты поликлиники не принадлежат. Из экономических соображений и несоответствия нормативам и встал вопрос о закрытии подразделения. Будет принято решение департаментом здравоохранения, или это будут выделены деньги на ремонт и устранение всех недостатков, или же переведут люди, согласятся с этим вариантом. О сроках пока ничего не известно. На вопрос только обсуждается, правда, не с пациентами, а исключительно внутри общественного экспертного совета и департамента здравоохранения. Валерия Белоус, Игорь Болтов. Новости на восьмом.